МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Вести Хакасия. События недели. С вами Марина Конодакова. Здравствуйте. Хакасия пережила паводок, какого не было уже 45 лет. Об этом и не только пойдет речь далее. Восстановление домов, санитарная очистка воды, ремонт дорог. Как Абаза и другие пострадавшие территории приходят в себя после удара стихии. Об аномалиях паводка и растерянности местных властей, а также о том, какую помощь планирует оказать республиканское правительство, расскажет гость нашей программы, заместитель главы Хакасии Владимир Крафт. Память на века. Благодаря акции ГТРК Хакасия в Таштыкском районе появился новый памятник героям Великой Отечественной войны. Чрезвычайная ситуация, связанная с прошедшим паводком, остается темой номер один в республике. Вода пошла на убыль, и настало время понять, каковы последствия разгула стихии. И вот данные правительственной комиссии ПЧС о том, сколько домов и участков оказалось в зоне подтопления, и, соответственно, сколько пострадало человек. Наибольшую потерю несет Абаза. Там в зоне бедствия оказалось более 300 домов и более 700 участков. В помощи нуждаются без малого 2000 человек. Далее идут Аскийский район. Здесь особенно пострадало село Бельтырское, Ибейский район, где только в одной деревне Маткечек паводок коснулся 36 домов. В Устебаканском районе вода не тронула жилье, но затопило 100 участков. Таштыбский район хоть и принял удар первым, в итоге имеет 80 пострадавших жителей. И почти вдвое меньше у Алтайского района. Что касается Абакана, то здесь ситуация чуть менее критическая, чем в Абазе, но об этом чуть позже. И сейчас вы видите обобщающие данные по всей республике. Таким образом, в помощи нуждаются более 4000 человек. Заметим, что это не окончательные цифры. Пострадавшие обращаются в местные органы власти практически ежедневно. Как мы уже говорили, одно из первых удар стихии приняла на себя Абаза. На этой неделе здесь работал отряд пожарных спасателей из Красноярска. Они помогали местному населению разгребать завалы и восстанавливать то, что разрушил паводок. Что уже сделано и что еще предстоит? В репортаже Олеся Калиниченко и Антона Новожилова. В начале этой недели люди передвигались по улице Береговой исключительно на лодках. Сегодня протока Абакана, которая выходила из берегов, обрела свой прежний вид и напоминает скорее ручей, чем полноводную реку. Некоторые жители успели пополнить запасы дров, чтобы топить печи и просушивать свои дома. Старые поленицы или сильно намочило, или попросту унесло течение. Вода в Абазе отступила так же стремительно, как и прибыла. Глядя на подсохшую дорогу, даже не верится, что еще недавно эта часть города была в воде. Если провести условную линию, река поднялась примерно до этого уровня. Местные жители говорят, в пик наводнения пребывало по 30 сантиметров в час. Я вообще в интернете увидела свой дом, меня вот соседка сфотографировала, а мне, я с ребятишками выйти не могу, она вот сфотовала, говорит, зайди в интернет. Захожу, я в шоке просто, что у меня тут везде вода, у меня все, и не пройти. Вот потом на лодке с кумом приплыли, к окошку встали по окону. Я говорю, ну что, через забор, даже за ограду не надо заходить. И слава богу, что ни течения не было, то бы вообще мою избушечку унесло куда-нибудь. Настя одна воспитывает троих детей. Домик купила на материнский капитал. Знала, что жилье находится в зоне подтопления, но о плохом старалась не думать. Да и денег на другие варианты не хватало. Жить здесь невозможно будет. Потому что мы жили тут от сырости. Тут первое наводнение тоже было. И от сырости у ребятишек аллергическая реакция пошла. Они начали как будто язву начали. И мы переехали к маме, что думал, этим летом подделывают, тут ремонтик подсушим. Сосед Анастасия Андрей – товарищ по несчастью. Дом также приобрёл на средства мат-капитала. Весной сделали ремонт. Это лето на берегу реки с семьёй рядом с лесом должно было стать идеальным. Но наводнение изменило планы. Вода вот была в доме. Сейчас уже подсыхает. Вода испортила всю мебель. Частично разрушила печь. Но топить с риском всё равно приходится. Иначе дом не просушишь. Немного подкинешь, она задымит. А так помаленьку подкидываю. Во время паводка в зону подтопления в Абазе попало около 400 домов. В 200-х вода зашла в помещение. Из-за особенностей рельефа ущерб у всех разный. Кого-то затопило практически под самую крышу. Кому-то залило лишь огород и надворные постройки. Всю неделю в администрации города от жителей принимались заявления об оказании материальной помощи. Параллельно по домам работала комиссия, фиксировала причинённый ущерб. Сегодня республика уже предварительно оценку по предыдущим ситуациям приблизительно уже такую цифру подала в Российскую Федерацию. Пока оттуда положительный ответ пришёл, что это сумма принятого внимания. Будем надеяться, что помощь будет приличная. Конкретных сумм пока не называют. Оценка ущерба займёт некоторое время. Сегодня главное – навести порядок в городе, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Существенную помощь абазинцам оказал отряд спасателей из Красноярска. Они выполняли самую тяжёлую и грязную работу. Разбирали завалы после паводка. Основная задача – это помощь населению пострадавшему от наводнения. То есть это уборка территорий дворов, то есть снос ветхого жилища, которое уже пришло в негодность. В основном, да, это ветераны войны, то есть малоимущие семьи, которые нуждаются в поддержке, то есть пенсионеры, которые не могут сделать тяжёлую работу сами. Пока у людей сохнут дома, многие планируют заняться восстановлением огородов. Посадки, как и постройки, пострадали по-разному. Сергей Смирнов в этом году на урожай не рассчитывает. Сейчас уже бесполезно садить, а потому что будет до середины лета болото стоять. Уже по 2003 году уже видно. Садить будем хоть как. Что вырастет, то вырастет. Зиму как-то жить надо. Наводнение осложнило ряд существующих проблем. У Веры Чирук на участке два аварийных столба. Один стоит посередине огорода, второй вот-вот завалится от соседа. Опору сдерживает дерево. Местные энергетики о проблеме знают, но уже четвёртый год решить её не могут. После наводнения, конечно, он ещё сильнее. Там даже видно, что он вот так вот уже отходит. Он даже видно по соседским, к дому к соседскому. Вот моего же столба идёт. Провисли вот так вот. И вот эти вот все пляшут. И при каждом ветре у нас вот так вот заискряет. То ли он загорится, то ли я загорюсь. Вера надеется, что её покосившийся столб попадёт под определение последствий стихийного бедствия. И на волне всеобщего наведения порядка решат и эту проблему. В целом, Абаза неплохо справилась с паводком. Город выстоял не только физически, но и морально. Со стороны МЧС была огромная поддержка в этом направлении. Именно психологическая служба здесь сработала на отлично. Благодаря этому у нас не было в городе такой паники. То есть люди, благодаря вот этим специалистам, правильно видели ситуацию. Где-то успокоительных средств накапывают, где-то ещё что-то, где-то просто по плечу. То есть очень грамотно они подошли к ситуации. В администрации говорят, на ликвидацию последствий паводка уйдёт примерно месяц. После глава города намерен пригласить в Абазу специалистов по гидротехническим сооружениям, чтобы вместе подумать и решить, как в следующий раз, а он непременно будет, защитить город от большой воды. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. События недели. Ну а столица Хакасии стала местом дислокации республиканских спасателей. Они откачивают воду с дачного общества «Орбита», где затопило 500 участков и пострадало 300 домов. Пока только эта ситуация стала поводом для проверки Следственного комитета, который собирается оценить, насколько верно действовали в условиях ЧС, мэрия и Управление инженерных защит. За ситуацией в дачном посёлке республиканские власти следят ежедневно. Последний осмотр местности, то есть накануне, показал – ситуация стабилизируется. Вода с участков сошла, где-то даже остались невредимы посаженные грядки. Массированная операция по откачке воды закончилась. Большого присутствия сил МЧС больше не требуется. Тем временем помощь в столицу поступает из районов Хакасии. Так, Орджоникидзовский район отправил дачникам Абакана 2 тонны семенного картофеля, причем это не последняя партия. Пострадавшие также могут обращаться за чистой питьевой водой и питанием. При посещении городского штаба на «Орбите» замглавы Хакасии Владимир Крафт еще раз подчеркнул – ни одна просьба людей не должна остаться без внимания. Каждому помощь. Понятно, что всех мы в полном объеме не создадим возможность, что все это мы возместили. Но частично и так, чтобы каждый был окружен заботой – это задача общая. Напомним, это принципиальная позиция властей Хакасии. Помощь государству должны получить все пострадавшие, независимо от того, были они прописаны в своем жилье или нет. Что касается в целом республики, то сейчас все силы брошены на устранение последствий ЧАЭС. Особенно много работы у ветеринаров и санитарных врачей. Первые вылавливают погибший в воде домашний скот, вторые занимаются дезинфекцией источников воды. По данным сведений населения, у нас пропавших еще числится 380 голов крупнорогатого скота, лошадей 101 голова пропавших и 275 голов мелкорогатого скота. Самая главная сейчас задача у нас – это обнаружение трупов животных, установление причин падежа и транспортировка, и захоронение животных с последующей дезинфекцией. Безопасность питьевой воды стоит с первых дней. Мы отслеживаем в ежедневном режиме и ежедневно берется более 20 проб по всем системам, начиная с Абазинского куста и заканчивая Алтайским районом. Все стоит на контроле. При получении нестандартных анализов принимаются экстренные меры. В основном у нас вызывает опасение вода частных колодцев, уже даже после дезинфекции. Поэтому я еще раз повторюсь, мероприятия в Аскитском районе, например, приостановлены до момента, когда вода стабилизируется. Что касается главка МЧС, то он вдвое сократил свои силы на восстановительных работах. Сейчас на них занято полторы тысячи человек. При этом ведомство остается на чеку. Не исключено, что обстановка может измениться. На 8 число у нас также опять прогнозируются обильные осадки, поэтому мы будем держать на контроле Абазу. Если там, значит, в течение одного часа будет повышаться уровень воды на 10 сантиметров, вся информация будет расходиться до глав муниципальных образований, руководящего состава правительства республики Хакасия. И будут там рекомендованы меры, которые необходимо принимать. От более серьезных последствий республику уберегли многочисленные дамбы. На их строительство и ремонт чиновники не жалеют денег. Только за последние два года на это потрачено без малого 300 миллионов рублей. Но защитные сооружения должны быть еще надежнее. На заседании правительства об этом сказал глава Хакасия Виктор Зимин. Однако нужны источники финансирования, и потенциально они имеются. Если суммировать потенциальные источники финансирования объектов гидрозащиты в республике, то в год выходит цифра примерно в полмиллиарда рублей. Эти средства сейчас, как считают в правительстве, расходуются неэффективно. Республика ими не распоряжается. Один из таких потенциальных источников финансирования – земельный налог за дамбу, которая защищает город Абакан. За этот объект, за то, что он существует, республика ежегодно выплачивает муниципалитету приличную сумму. Кстати, Николай Евгеньевич, почему мы за Абаканскую дамбу платим налог? Ни за одну дамбу налоги не платятся. Там в пределах 30 миллионов. К депутатам городского совета обращаюсь. Обнулительный налог на дамбу Абаканскую. Это что за пародия? Дамба защищает город, а республика платит налог городу за то, что они имеют дамбу. Мы эти деньги лучше потратим на содержание дамбы. В горсовете Абакана пояснили, что до этого три года подряд предоставляли скидку по платежам до 90%. А теперь налог взимается полностью. Управление инженерных защит обращалось с просьбой продлить срок действия льготы, но получило отказ. Фактически для муниципалитетов остался один налог земельный. Бюджет города Абакана предельный. Дефицит бюджета составляет 10% максимально, то, что разрешает бюджетный кодекс. А налог данный платят практически все организации, которые находятся на территории города Абакана. Это включая и образовательные, и медицинские, и другие социальные учреждения. В том числе и муниципальные бюджеты. И муниципальные, абсолютно верно. Хотя мы это понимаем, что это фактически перекачивание из кармана в карман. Ну, что поделаешь. Таков закон. По информации из других муниципалитетов, где тоже есть защитные дамбы, они предоставили управлению инженерных защит 100% льготу по налогу. Другой потенциальный источник финансирования всей гидротехнической системы, включая дренажные каналы, насосные станции по откачке воды и сами дамбы, это водный налог. Львиную долю в бюджет когда-то платила Саянашушенская ГЭС. Водный налог это плата пользователей за водные объекты. Гидроэлектростанции из воды делают электричество. Проще говоря, используют воду для выработки электроэнергии. И мы в Хакасии получали, включая 2004 год, последняя дата получения, это был 2004 год, 300, быть точным, 298 миллионов по тем цифрам и по тем ценам. Извините, это прошло уже 10 лет. Так вот, 10 лет назад мы получили в последний раз 300 миллионов рублей. Теперь водный налог уходит в федеральный бюджет. Сейчас сумма, которую от Саянашушенская ГЭС могла бы получать республика, значительно больше. Этот ресурс. Республика потеряла больше 300 миллионов. Мы считаем где-то 500. По сегодняшний день, с учетом инфляции, к этому вопросу, Игорь Негодович, и работать с федеральным центром. Через месяц жду каких-то результатов. Водный налог уходит в федеральный бюджет с территорий абсолютно всех регионов. И похоже, что республика первой поднимет этот вопрос перед Москвой. Вернуть прежнюю систему платежей, когда средства перечислялись в бюджеты субъектов. Возможно, что Хакасия добьется такого права в исключительном порядке. Тем более, полученную сумму предполагается направлять на конкретные цели. Во всяком случае, расчеты на это не безосновательны. Думаю, что возможно, и мы этим сейчас активно занимаемся, решить вопрос с федеральным центром таким образом, чтобы деньги, которые платятся на территории республики Хакасия, в федеральный бюджет в виде водного налога, возвращались на территорию целевым образом, для того, чтобы вести планомерную системную работу по обеспечению защиты населения от негативного воздействия, в том числе паводковых вод. Я думаю, что мы успеха добьемся, о чем с большим удовольствием вас проинформируем. Поддержать правительство намерены и депутаты Верховного Совета Хакасии и тоже, в свою очередь, выйти с обращением к российскому президенту о децентрализации водного налога. Алексей Гончаренко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия, События недели. В пятницу глава Хакасии вновь выехал в Абазу и Аскизский район с тем, чтобы проверить ход восстановительных работ. Уведенным Виктор Зимин в целом остался доволен. Кроме того, он озвучил, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие территории. В Аскизском районе глава осмотрел дамбу в селе Бельтырском и распорядился, чтобы районные власти готовили заявку на усиление сооружения. В Абазе Виктор Зимин провел выездное совещание, на котором заявил, правительство поможет всем пострадавшим без исключения. Это относится к жителям всех районов и городов. Прописка, без прописки, это наш человек. Как бы тяжело ни было, под тех, под кого, кто не прописан, нет статуса домостроения какого-то, да? Мы не сможем подвести федеральную составляющую помощи. По республиканским вещам давайте помогать. Анализ делаем. Это касается всех глав. Виктор Зимин пообещал городу выделить средства для ремонта дорог и восстановления другой инфраструктуры. Кроме того, будут созданы специальные насосные группы. В низинах, где постоянно происходит подтопление, разместят оборудование для откачки воды. Еще одно заявление главы республики касалось помощи врачам и учителям. Республика поможет построить для них жилье. Прошедшие паводок специалисты назвали самой крупной чрезвычайной ситуацией, случившейся в Хакасии со времен наводнения 1969 года. Об аномальном характере стихии и о том, насколько республика была к ней готова, мы поговорили с заместителем главы Хакасии Владимиром Крафтом. Именно он находился в Абазе, когда туда пришла большая вода и руководил там работами по ликвидации последствий ЧАЭС. Здравствуйте, Владимир Александрович. Добрый день, уважаемые земляки. Да, и вот первое, о чем я хотела спросить, все-таки, каковы особенности этого паводка, почему все так развилось, такие вот серьезные масштабы бедствия? Ну, такого агрессивного поведения реки Абакан Хакасия еще не знала. Это был какой-то взбесившийся поток, который по очень жесткому сценарию, образовавшийся в верховьях Абакана в районе Абазы, пронесся по всей нашей республике. Мы действительно практически 8 дней прожили все в тревоге. И по информации гидромета, примерно на 1 квадратный метр выпало 60 миллиметров осадков. Это примерно 60 литров. Учитывая, что там везде гористая местность, вся эта вода, не впитываясь в почву, естественно, скатывалась вниз. И за 4 дня, с 27 числа по 30 число, уровень воды в реке Абакан в районе Абазы возрос на 4 метра 30 сантиметров. А в районе города Абакана, когда вода уже пришла сюда, через 46 часов уровень воды от обычного возрос на 5 метров 13 сантиметров. Такого я вообще никогда еще не видел. Я видел в глазах некоторых людей даже ужас. К счастью, паники не было. Но вот наложение вот таких вот интенсивных осадков спровоцировало такую беду не только у нас в Хакасии, вы знаете, республика Алтай и Алтайский край. Было ли оповещение сел, вот когда начиналась ситуация в Таштыбском районе, в Кубайке, в Абазе, было ли оповещение сел, стоящих ниже по течению и того же Абакана, о том, что вода будет, что идет большая волна? Ведь люди не успели угнать даже скот. И у многих, многие лишились вот домашней скотины. К сожалению, сердце болит, в том числе о погибшем скоте, в том числе от тех лишений, которые люди вынуждены испытывать от последствий этого паводка. У нас система выстроена таким образом, что в республике существует Центр управления кризисными ситуациями. Они эту информацию, которую получали и из Гидромета, и из Абазы, а я непосредственно пять суток полностью находился в Абазе, в круглосуточном режиме. Мы туда переместили передвижной пункт управления. И с этого пункта управления, в том числе, проводили видеоконференц-связь со всеми территориями. То есть руководители муниципалитетов, естественно, не получали информацию о той волне, которая идет. Возможно, кто-то недооценил. Но мы вот уже анализ и разбор ошибок проводили по указанию главы. Мы выясняем, что вопросы оповещения, которые являются обязанностью муниципалитетов, реализованы были, на мой взгляд, не в полном объеме. Хотя нас убеждают, что в том числе и до граждан доводили особенность страха по высоте волны, что необходимо принять меры по скоту. Многие говорят, что граждане, не первый день живем, знаем, там есть возвышенность, скот самостоятельно зайдет, никаких проблем не будет. Но, к сожалению, вот так получилось. Нет, ну я думаю, если бы глава поселения проехал по дворам и сказал людям, идет большая волна, наверняка бы жители тоже как-то бы откликнулись на это. Все-таки многие говорят, что не было оповещений. Люди просто не подозревали о том, какая опасность им грозит. Мы сейчас проводим очень тщательные проверки. Я еще раз говорю, в соответствии с распределением обязанностей, вопрос оповещения является функционалом муниципального образования. Вот нас пример приводят по Алтайскому району, где руководитель ОАУ «Алтай», которому, как докладывает, четырежды говорили, идет большая волна. Примейте меры по угону скота, безопасное место. Он сказал, как мне доложили, мы его отгоняем в сторону церкви, есть там такое место возвышенное, не первый раз, знаем, не переживайте. Получилось так, что этот скот весь погиб, к сожалению. Хозяйство понесло большие убытки, люди понесли тоже очень много, большие потери. Скажите, пожалуйста, а вот как бы в этой СИЗИ оценили действия муниципалитета? Все ли отработали, как нужно, вот в такой ситуации? Вот я уверен, что, к сожалению, не все, поскольку в таких ситуациях чрезвычайных, в ограниченном количестве времени, такое развитие стремительных событий, полагаю, что некоторые подрастерялись. Ведь вы посмотрите, мы в Абазе, когда работали, произошло одновременное отключение света. Начались какие-то элементы, связанные с трудностями пробивка воды, потому что, на самом деле, все очень было сыро. Началось проведение ЕГЭ. Мы вынуждены были вертолет отправлять для того, чтобы с Кубайки двумя рейсами ребят перевезти в Таштыб. Затем в период самого пика роженица в Кубайке, в Арбатах. Мы также на вертолете отвозим. Отключается свет во время проведения ЕГЭ. Мы туда срываем, привозим две дизельные электростанции, поскольку 15 минут не в эфире по ЕГЭ, они признаются несостоявшимися. По городу Абакану, когда в ночь волна сюда уже пришла, вы знаете, что упала опора ЛЭП, 110-ка. Практически треть немного более Абакана и подсиня полностью были отключены от света. Это означает, что через 2 часа заканчивается подача воды на ТЭЦ, ТЭЦ отключается. В районе больницы противотуберкулезный диспансер, онкологический, инфекционная больница. То есть они одномоментно тоже все отключились. В течение часа они подключаются, начинаются серьезные проблемы. То есть вот этот вот клубок проблем, который накатывался, ну, естественно, вопросы оповещения, они всегда стоят в первоочередном порядке, довести до людей информацию, каким образом действовать. Знаете, вот вопросы, конечно, возникают по эвакуации, на дачных участках, я теперь уже 3-3 суток дома, проводим мероприятия по дачным орбитам. И вопросы, когда люди задают, некоторые агрессивно, а почему нас никуда не эвакуировали? Ну, коллеги, не настолько была волна, не одномоментно, это было развитие ситуации в течение 46 часов, пока волна сюда вот пришла первая, и вот она начинала повышаться, повышаться. Понятно, что страшно. Но, как правило, начинают эвакуировать немощных, кто не могут позволить или не имеют возможности в силу там возраста иных каких-то особенностей самостоятельно передвигаться. По остальным людям они должны выйти в то место, где находятся на возвышенности, и решается вопрос об их отправке автобусным транспортом на пункты временного размещения. То есть мы разместили одномоментно пункты временного размещения, обеспечили вопросы питания, проживания. В этом смысле все, что нужно было, власти делали. И вот особая, конечно, ситуация была в Абазе. Они первыми приняли удар. И почему мы там оставались? У нас одномоментно в течение суток возникало до 15 чрезвычайных ситуаций. Все-таки почему так сильно у нас дренируют дамбы? Это нормальная ситуация? И что на будущее теперь надо делать? В этом году я вам сказал, что вал воды за 4 дня в Абакане поднялся на 5 метров 13 сантиметров. Давление колоссальное. И этот, как поршень, давит вниз, и вода ищет какой-то выход. И начинается дренаж либо под телом дамбы, либо даже были ситуации, метров 15-20, водоносный слой, грунтовая вода прямо вот такие фонтанчики выбивает. Специалисты говорят, полностью сделать так, чтобы это было, как, скажем, в стакане. Люди жили и полностью были обеспечены безопасностью от реки. Этого практически сделать невозможно. Можно вложить, конечно, колоссальные ресурсы, когда делается после дамбы прорыв, метра 3-4 в зависимости от почвы, и туда забивается глина, так называемый глиняный замок. Но по подсчетам специалистов, это примерно надо 5 годовых бюджетов в республике Хакасии все вложить в эти дамбы, и на остальное ничего не останется. Знаете, я, когда был в Абазе, мне несколько раз приходила в голову страшная мысль, что бы произошло, если бы мы не реализовали вот ту задумку главы республики по строительству гидротехнических сооружений, особенно последние 3 года. У нас за последние 5 лет вообще в эту работу по строительству новых гидросооружений, по ремонту старых, было вложено практически 567 миллионов. И только за последние 3 года, начиная с 2011 года, 400 миллионов. Это колоссальные ресурсы. У нас в районе Абазы мы наростили дамбу на 2 метра, а вот в этой пиковой ситуации уровень воды до верху не доходил, метр 70. Вот если бы мы этого не сделали в 2011 году, поток в 30 сантиметров, он просто бы залил нижнюю часть города Абазы раз, он бы своим потоком разрушил эту дамбу, и тогда весь этот поток воды уже не высотой 30 сантиметров, а весь, просто пошел на всю остальную Абазу. И это по бассейну реки Абакан полностью до самой крайней точки. Я абсолютно далек от мысли, чтобы нам сейчас успокаивать себя большими трагедиями в соседних регионах, но там просто колоссальные, катастрофические последствия, в том числе с человеческими жертвами. Мы, к счастью, ни трагических, ни несчастных случаев не допустили, и мы максимально все, что можно было отработать. У нас совсем немного времени осталось, я хотела попросить вас рассказать, что сейчас делает правительство для устранения последствий ЧАЭС. Уже давно работают комиссии по оценке причиненного ущерба. Мы уже организовали взаимодействие между муниципалитетами, где непострадавшие закреплены за пострадавшими. Например, Черногорск за Абазу, и Черногорск уже отправил им для работы в Абазу два КАМАЗа, девять центров цемента, много краски, там 25 кубов пиломатериала, продукты, деньги, одежду. Точно так же многие муниципалитеты. Вот сегодня у нас с Роженикидовского района «Газель» везет в Абакан четыре тонны посевного картофеля, через дня два привезет еще. Мы подготовили документы, вот уже подписано по сравнению правительства на выделение материальной помощи людям. Пока вот эта сумма 290 миллионов. Вообще мы в целом посчитали миллиард 756. Это все, что связано с транспортной, инженерной, дорожной инфраструктурой, по ремонту ГТС. 290 миллионов, конкретно каждый человек сколько может получить? Вообще вот по постановлению правительства мы должны очень грамотно все документировать при наличии всех документов. 10 тысяч на каждого человека материальная помощь, плюс 50 тысяч тех, кто частично утратил свое имущество, и 100 тысяч на утрату полного имущества. Вот то, что Виктор Михайлович Зимин говорил о том фонде, который мы накопили и отправляли мы половину примерно на Дальний Восток, причем мы деньгами, не деньгами отправляли, мы покупали у наших фермеров фуражное зерно, отправляли, у наших предпринимателей лес отправляли. Вот у нас там остался еще остаток определенный. Вот эти деньги мы будем рассматривать по выделению людям, которые по закону не будут иметь право получать финансовую поддержку со стороны федерального центра. Спасибо, Владимир Александрович, вам за работу и за то, что в своем напряженном графике смогли выделить время для того, чтобы ответить на наши вопросы. Наша работа по восстановительным всем аварийным работам продолжается. Я уверен, что мы со всем справимся. Людям нужно немножко потерпеть, собраться силами и стойко перенести вот эту возникшую трудность. И в завершении выпуска мы хотим рассказать о благополучном завершении акции, которую организовала наша телерадиокомпания. Несколько месяцев назад мы познакомились с Александром Петровичем Шулбаевым, который в одиночку пытается сохранить память о своей родной деревне Тлачик. В том числе он хотел бы установить памятник односельчанам, ушедшим на Великую Отечественную войну. ГТРК Хакасия решила помочь осуществиться этой мечте. Как все происходило, смотрите далее. Большая техника редко появляется в этих местах, поэтому сразу привлекла внимание единственного жителя в округе Александра Петровича Шулбаева. Еще сильнее его удивление, когда он узнает, зачем мы все здесь собрались. Когда мы к вам зимой приезжали и вы рассказывали о том, как хотите сохранить память о своей деревне, о деревне Тлачик, мы сделали памятник вот солдатам, ушедшим на войну из Тлачика. И сейчас хотим его установить. Чех, вы сделали. Первое знакомство с этим удивительным человеком у нас состоялось в марте. Александр Петрович, электромеханик по образованию, работал в Новокузнецке, Черногорске, а выйдя на пенсию, решил вернуться в родное село. Населенный пункт на тот момент упразднили, однако Александр Петрович не стал бросать родительский дом. И вот уже 30 лет он один живет в Тлачике, надеясь, что бывшие односельчане последуют его примеру. «Сейчас говорят, что это твоя малая родина. А для меня это не малая родина. Большая самая». Еще пенсионер рассказал о том, что давно хочет установить памятник всем жителям Тлачика, ушедшим на Великую Отечественную войну. К мечте человека, который думает не о себе, а о памяти своих односельчан, невозможно остаться равнодушным. ГТРК «Хакасия» решила организовать благотворительную акцию и обратилась к телезрителям за помощью. Первым откликнулся директор предприятия «Саянкамень» Игорь Черцких. Известный саянногорский меценат изготовил мраморный памятник, на котором были высечены имена 50 солдат из Тлачика. Затем к делу подключился хакасский филиал федеральной сетевой компании. Энергетики изготовили основание, доставили его вместе с памятником и установили на место. Что, покажешь? Попали! Со сложной задачей водрузить двухтонную махину на постамент энергетики справились в считанные часы. Все работали с особым отношением к делу, потому что и в наше время нет такого человека, кого бы не коснулось Великое Отечественное. У меня дед погиб на войне и где-то лежит в безвестных могилах под Ржевом. Поэтому, скажем, память на родине и моего бы деда и всех тех, кто погиб, это обязательная вещь. Я думаю, что надо это делать в каждом, даже, скажем, запустелом или там развивающемся населенном пункте. Но надо это делать, чтобы память оставалось. Памятник установлен на школьной горке самой высокой точки бывшей деревни. Место Александр Петрович выбрал сам. Когда-то это был центр тладчика. Да и памятник отсюда хорошо виден всем проезжающим. Вот придет, посмотрит. Ага, жилищи люди тут вот такие-то. Были. Память сохранится. Поэтому я могу сказать о том, что большое способное телевидение так оперативно вот это сделали. Пенсионера сильно потрясло то, что люди бескорыстно откликнулись и согласились на благое дело ради села, которого даже нет на карте. И он сильнее утвердился в еще одном своем желании. Написать историю тладчика, которая сохранила бы и память о людях, когда-то живших на этой земле. Марина Конодакова, Сергей Казмин, Вести Хакасия. На этом у меня все. Посмотреть нашу программу можно также в интернете на сайте вестихакасия.рф Всего вам самого доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова